Мы с вами изучили несколько методов машинного обучения. Давайте вспомним, какие методы машинного обучения, точнее, обучения с учителем, вы знаете, должны знать. КНН. Отлично. КНН. Метод К ближайших соседей. Отличный метод, простой, но работает. Не так хорошо, как некоторые другие методы, но тем не менее. Да, и КНН можно использовать как для решения задачи классификации, так и для решения задачи в основании регрессии. Так, понятно. Что еще знаем? Линейная регрессия. Линейная регрессия, да. Или что то же самое, ну или почти то же самое. Метод наименьших квадратов. Или метод линейных наименьших квадратов. Или линейный метод наименьших квадратов. МНК. Линейная регрессия. Ну и, конечно же, этот метод в первую очередь для решения задачи в основании регрессии. Применять его к задачи классификации, конечно, можно, но крайне не рекомендуется, скажем так. А в случае задачи классификации что можно использовать? Логистическую регрессию. Логистическая регрессия, да. Логистическая регрессия. И несмотря на название, как могло показаться, логистическая регрессия в первую очередь используется для решения задачи классификации. А почему же она называется регрессией? Ну, потому что она на самом деле пытается восстановить вот какую-то такую функцию, да, логистическую. Которая потом будет интерпретироваться как что? Как сигмойда. Нет, сигмойда это есть сигмойда. А, ну. Но она будет, то есть вроде мы восстанавливаем какую-то, ну, даже непрерывную зависимость, да. Вот. Но будем ее интерпретировать как что? Почему это метод для решения задачи классификации, как правило? Ну, то, что ниже одной второй, то будет, например, там, одному классу. Ну, совершенно верно. Мы потому что интерпретируем как вероятность, да, принадлежности объекта к классу. Правильно? Ну, какому первому, например, да. Если бинарная классификация, да, то вот используется логистическая функция. Если же многоклассовая классификация, то используется, например, softmax функция. Какое вообще не получается логистической функции? Совершенно верно. Ну, и если мы начнем суперпозицию функции составлять, при этом на выходе, например, логистическая регрессия, или, может быть, softmax в случае К-классов, то получаем нейронные сети. Нейронные сети. Ну, и глубокое обучение здесь. Ну, естественно, и то, и другое используется как для решения задачи классификации, так и для решения задачи восстановления регрессии. Ну, сегодня я хочу вам рассказать о некоторых других методах. Дать такой обзор. Много времени у нас не будет, но чтобы вы представляли, чего еще бывает и на каких математических основах зиждятся те или иные методы машинного обучения. То есть, вот заголовочек с сегодняшней лекции, такой обзор методов машинного обучения, но на самом деле обучение сущих к нам. Это Reinforced Learning, который? А при чем здесь Reinforced Learning? Нет, с подкреплением вы имеете. Ну, есть еще обучение с подкреплением. Нет, я, нет, нет, речь пойдет сегодня только про обучение с учителем, про задачу обучения с учителем. Да, совершенно верно. Какие у нас есть задачи машинного обучения? Да, это обучение с учителем, которые там подразделяются на задачи классификации, задачи восстановления регрессии. На самом деле есть и другие. Например, задачи восстановления временного ряда или еще чего-то там. Много их. Второй тип обучения без учителя. Их мы еще систематически не рассматривали, но и успеем поговорить о них. Обучение без учителя. Есть обучение с подкреплением, которое занимает такое промежуточное положение между первым и вторым. На самом деле есть другие типы задач машинного обучения. И сегодня речь по-прежнему пойдет о задаче обучения с учителем. И мы посмотрим, какие здесь есть другие методы. Вами изучали метод ближайших соседей, нейронная регрессия, эллистическая регрессия, нейронная сеть, глубокое обучение. А какие есть еще методы для решения задач обучения с учителем? Начнем с байсовского классификатора. Или байсового классификатора. На самом деле сам по себе байсовский классификатор нельзя считать практическим методом машинного обучения, потому что, как правило, его невозможно построить, если мы не сами синтезировали задачу. Какую-то мы задачу могли придумать, придумать распределение, тогда байсовский классификатор понятно как устроен. Теоретически его можно построить. Но при некоторых допущениях байсовский классификатор превращается в так называемый наивный байсовский классификатор, а это уже практический подход, который используется. Суть по названию ясна, что речь пойдет о задачах классификации. Давайте. У нас есть К-классов, как всегда. То есть, вот это множество y, откуда берутся значения меток номеров классов, но принимают значения от 1 до k. к большого. Вот. Ну, а x, значит, из множества x курсивного, пусть это будет просто-напросто домерное вещественное пространство. То есть, все признаки предполагаются у меня из до штук, и все они предполагаются вещественными, все числовые признаки. Ну, и предполагается, что у нас есть некая случайная величина x большая, принимающая значения вот отсюда, и есть случайная величина y большая, принимающая значения вот отсюда. И, соответственно, x маленькая и y маленькая – это реализация вот этих случайных величин. Реализация случайной величины y, одномерной. А это реализация случайной величины x. Ну, возможно, в теории вероятности вы писали греческие буквы здесь, да, для обозначения случайных величин. Часто используются греческие буквы, ну, и другая альтернатива, тоже часто используемый способ – это большие латинские буквы. Что вас может интересовать? Ну, наверное, вероятность того… Да, пока про вероятность рано. Вас учили, что, чтобы можно было говорить про вероятность, нужно ввести вероятностное пространство. Ну, я сейчас не буду в это углубляться, в дом. Подумайте сами, какое здесь вероятностное пространство. Речь идет, таким образом, вот о случайной величине y, случайной величине x. Но на самом деле нас интересует пара x и y. x – это случайная величина, соответствующая объекту, y – соответствующая метка, в данном случае номер класса. То есть, а это уже получается тогда d плюс одномерная случайная величина. Да, она принимает значение в d плюс одномерном пространстве. И какая нас вероятность интересует? Ну, наверное, следующее. Вероятность того, что y равен какому-то заданному k при условии, что x равен заданному x. У нас есть объект x, и мы хотим как-то оценить вероятность того, что этот объект x относится к классу k. То есть, это случайный объект. Случайный объект, как бы. А это его метка. Но мы уже пользовались таким обозначением, когда это глистическую регрессию используем, и так далее, и так далее. По формуле Байса, ну и формуле Пойлана вероятности, эту штуку можно записать по-другому. k. Вероятность того, что y равен y умножить на вероятность того, что x равен x при условии, что y равен y. и разделить на что? На пересечении событий. Каких событий? Или там сумма? А, по формуле полной вероятности там сумма. Да, если мы хотим рассказать, там будет сумма. сумма по всем классам k от единицы до k большого. вероятность того, что ну вот y равен вот этому по-маленькому. Ой, так, чтобы у меня не очень хорошо получилось. Вот здесь, конечно, надо ирить написать. Вот. или тут заменить на y. Давайте вот так. y равен y маленькому. Это тоже, наверное, классно. Здесь вероятность того, что y равен k умножить на вероятность того, что x равен x при условии, что y равен k. А только нехорошо вот что. Я здесь предполагаю, что x это, конечно же, дискретная случайная величина. Да? Вот. И x и y дискретные случайные величины. Дискретные случайные величины. Ну и, значит, и вот это тоже пара будет дискретной случайной величиной. И поэтому писать, что x это rd, это, конечно, можно. То есть там какие-то остальные точки просто невозможные. Вот. А здесь я напишу тогда, чтобы все было хорошо, напишу включено. Вот так. Вот давайте посмотрим, что теперь можно делать с этой формой. Ну, смотрите. Если мне как-то удастся оценить эту вероятность, ну, например, вот как-то оценить каждую из вероятностей, которая встречается в правой части. тогда я могу, так сказать, определить, куда относится вероятность того, что x относится к тому классу или иному, ну и, скажем, действительно выбрать тот класс, где вероятность больше. Ну или если у меня там нужно соблюсти некий правильный баланс между ошибками первого и второго рода, ну тогда я с каким-то весом это буду делать. вопрос, собственно говоря, а откуда взять значение вероятности, которые стоят справа? Ну, наверное, что можно попробовать, это как-то оценить их по выборке. Ну, вот смотрите, к нам пришел какой-то объект x, к какому классу мы его хотим отнести. Но если действительно никаких там не учитывать никак различий между ошибками первого и второго рода, ну, там, где больше вероятности, сюда и относим. То есть, значение нашего классификатора имеет смысл в качестве решения взять что? Вот как должна работать функция f. там, где достигается максимум, так и пишем. Арк максимум вот от этой вероятности. Правильно? Вот этой условной вероятности. Арк максимум берется по всем y. Вот из нашего множества y. x задом, где вероятность больше, тот класс и победил. Но вопрос, как найти эту вероятность? Как найти эту вероятность? Мы можем смотреть на эту формулу. В этой формуле знаменатель не зависит от y маленького. Нету здесь y маленького. Здесь k меняется от низа до k большого, а y нет. Значит, можно оставить только числитель. Это в некотором роде такой идеальный классификатор. идеальный. Он действительно находит самое-самое лучшее решение. Но опять, если мы не делаем различия между ошибками первого и второго рода, то к вопросу, откуда мы возьмем вот эту вероятность и вот эту вероятность. Ну, понятно, что если мы знаем распределение, мы теоретически можем решить задачу, но в том-то и дело, что на практике распределение неизвестно. его можно как-то аппроксимировать и так далее и тому подобное. Вот этот классификатор и называется байсовским классификатором. Ну, как я обещал, байсовский классификатор что-то такое идеальное. Как его на практике использовать, это еще вопрос. Но давайте посмотрим, как его можно использовать на практике. Вот это безусловная вероятность. Ну, наверное, ее как-то можно оценить по выборке или оценить по каким-то другим соображениям. Если, скажем, вы решаете задачу распознавания рукописных букв, ну, каждая буква появляется с какой-то вероятностью. Можно посмотреть, сколько раз встречалось каждая буква, посчитать долю и заменить эту вероятность на долю объектов, да, можно заменить на частоту появление этого класса в обучающей выборке. Там в задаче действительно распознавания рукописных цифр можно поступить как? Ну, если вы знаете, что текст русский, ну, посмотрели в справочнике частоты появления тех или иных букв в русском языке. Например, можно и так. ясно, что эти частоты не равны. Самые частые у нас буквы P, что-то я забыл. Кажется P. На втором месте кажется O. Так, то есть с этим как-то можно справиться, можно эту вероятность заменить на частоту. А что делать вот с этой штукой? Такие есть предложения. Может быть, тоже оценить по частоте. Как правило, это очень сложно. как правило, это очень сложно. Давайте поймем почему. Ну, смотрите. Вот, чтобы это дело оценить по частоте, надо взять конкретный Y, но в конце концов перебрать их все, взять Y равно единице и посмотреть на все X из заднего класса, из класса 1. Если это действительно задача распознавания рукописных цифр, то нужно в обучающей выборке найти все изображения цифр Т1. Не цифра, а букв. Все изображения буквы А. Оно может быть каким-то вот таким, оно может быть каким-то вот таким, оно может быть как курица лапой кто-то написал. Это, кстати, непонятно А или начало О с хвостиком следующим. И так далее и тому подобное. Кто-то А рукописный написал вот так. Много разных вариантов. И что здесь написано? Вот у нас есть обучающая выборка, там А встретилось не 4 раза, а допустим 400 или там даже 4000 раз. Мы должны посмотреть вот сколько раз нам встречается каждое такое изображение. Но понятно, что обучающие выборки вот конкретное изображение А скорее всего встретится не более одного раза. Согласны? Не более одного раза. И здесь, если мы заменим эту штуку на частоту, мы получим какие-то странные вещи. Либо получим там 1 делить на общий объем обучающей выборки, либо получим 0 делить на общий объем обучающей выборки. Ясно, что так дело не пойдет, тем более нас интересует именно этот конкретный х. То есть заменить вот эту условную частоту, вот это называется еще правдоподобие, заменить вот эту условную вероятность, она называется еще правдоподобие, основное предположение наивного байсовского классификатора. Какое наивное предположение? Ну, несмотря на название, наивный байсовский классификатор используется уж как бейзлайн точно его можно использовать, а где-нибудь в задачках, допустим, детектирования спама, думаю, что до сих пор им пользуются прямо в продакшн. Так вот, основное предположение наивного байсовского классификатора в чем, кто знает, оно состоит в условной независимости признаков. Условная независимость признаков. Что это означает? Ну, это вы, наверное, знаете из теории вероятности. Что такое независимость? Вероятность пересечения ноль. Нет. Это не совместность. Никто не знает. Когда вероятность пересечения равна произведению вероятности. Да, совершенно верно. Вероятность пересечения равна произведению вероятности. Здесь условная независимость и условная независимость признаков. Что это такое? Это означает, что вероятность наблюдения набора конкретных признаков х1 равно х1, х2 равно х2 и так далее. Х2 равно х2 при условии, что у равен у, равна произведению того, что х1 равно х1 при условии, что у равен у, умножить на произведение х2 равно х2. При условии, что у равен у, умножить и так далее. Умножить на х2 равно х2 при условии, что у равен у. Ну вот, слово условное означает, что нужно добавить только вот это условие при условии, что у равен у, ну, каждая вероятность. По сути дела все. Так, что такое х1, х2, хd? Ну, х1 большой, х2 большой и так далее, хd большое. Это компонент случайной величины х, то есть х, это домерная случайная величина, у нее d, соответственно, признаков, d компонентов. Ну, а х, это реализация этой случайной величины, у нее d компонентов. Нижний индекс, это у меня всегда номер признака, а верхний, ну, не всегда, почти всегда, а верхний, это номер объекта, обучающий выбор. Вопрос. При каких значениях х1, х2, хd и каком значении y это должно выполняться? Ответ, при любых, да, при любых, х1, х2 и так далее, хd, y. Вот такое предположение, оно не всегда выполнено, ну, скорее всего, оно выполнено очень редко, но, тем не менее, можно, так сказать, его использовать, даже несмотря на то, что он на самом деле не работает. Тогда мы просто-напросто подставляем вот эту замечательную формулу. Продолжение. Что мы получаем? Ну, получаем тоже rmax по всем y, принадлежащим y. Это переписываем. Вместо вот этой вероятности подставляем вот эту. Понятно, что х, большой, равен х маленькому, это как раз эквивалентно вот этому условию, да, что первый компонент равен х1, вторая х2 и так далее. Чем это лучше того, что было? Дело в том, что эти вероятности, как правило, можно оценить, да, с помощью частоты. Ну, эту мы поняли, можно заменить, на самом деле, эту, эту и так далее. Заменяем на частоты соответствующие. Так, x1, x2, y. Это будет у меня обучающая выборка. y пусть принимает два значения, два класса. Ну, x1, x2 и какие-то признаки тоже пусть принимает два значения. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ну, вот такая замечательная обучающая выборка. Ну, если бы мы попробовали построить обычный топогреппи, если бы мы попробовали построить вот просто байсовский классификатор, да, вот оцениваем вот эту вероятность. Вероятность того, что y равен y маленькому, ну, например, нулю. При условии, что x равен x. А давайте в качестве x возьмем что-нибудь конкретное. Ну, например, 1, 1. Да, видите, здесь объекта 1, 1 не было в обучающей выборке. Вот какая у него должна быть мерка. Какая у него должна быть мерка? 1, 1. Ну, собственно говоря, если бы у меня в обучающей выборке такой объект был, ну, наверное, я бы как-то справился бы с тем, куда отнести этот объект, к какому классу. Конечно, бывает так, что два абсолютно одинаковых объекта относятся к разным классам, да, Ну, какая это буква? А или О, или что это? Или это цифра ноль, да? Вероятности не равны единице и нулю. Нет, не для одного из этих событий. Вот. Но, так сказать, если был бы этот объект в обучающей выборке, что-то я разумно бы сказал. А его нет в обучающей выборке. По формуле для Байеса, что я должен написать? Я должен написать здесь вероятность того, что x1 равен x1, то есть единица. Вот. x2 равен тоже 1. При условии, что y равен нулю. И умножить на вероятность того, что y равен нулю. Это в числителе. А в знаменателе? Ну, и знаете ли, сумму таких вероятностей я должен написать, да? Вероятность того, что x1 равен 1, при условии, что x2 равен 1. x1 равен 1, x2 равен 1, при условии, что y равен нулю. умножить на вероятность того, что y равен нулю. Плюс то же самое, да? Но только вместо y надо написать 1. Помним? Вон там стоит сумма по всем классам. А у меня два класса, 0 и 1. То есть вероятность того, что x1 равен 1, x2 равен 1, при условии, что y равен единице. Умножить на что? Умножить на вероятность того, что y равен единице. Ну, в частности, вероятность того, что y равен единице, при условии, что x равен 1, 1. Знаменатель был бы тем же самым, да? А в числителе, ну, стояло бы, что y равен единице. Это понятно. И в чем проблема? Вероятность вероятности для y равен нулю и вероятность для y равен единице мы можем, конечно же, оценить. Ну, по обучающей выборке. Для нуля, наверное, это 2 пятых, для единички это 3 пятых. Согласны? Ну, конечно же, задач машинного обучения обучающей выборки гораздо больше обычной. Но у нас пример, поэтому примерно равен 3 пятых. А что делать вот с этими вероятностями? Значит, чтобы оценить вот эту вероятность, надо взять все те примеры обучающей выборки, где y равен нулю. Вот это 2. И посмотреть, как часто там появлялся объект 1, 1. Нисколько раз он не появлялся. Так? То есть, эту штуку мы должны заменить нулям. Аналогично, но для этой вероятности. Надо взять все те примеры из обучающей выборки, где y равен единице был. Вот он. Три раза. Дышь, дышь, дышь. И посмотреть, сколько раз встречался объект 1, 1. Сколько раз? Нисколько. Равно нулю. Ну, оцениваем нулем. Это числители. А в знаменателе сумма числителей стоит. То есть, знаменателе мы получим 0 плюс 0. И здесь, и здесь. И каждый раз получается неопределенность 0 на 0. Что с ней делать непонятно. И в лоб не используется. Ну, все по той простой причине, что найти конкретный объект в обучающей выборке в реальных задачах часто невозможно. Его просто там, скорее всего, нет. Согласны? Там изображение. Вот это конкретное изображение. Например, да. Был у вас в обучающей выборке или не было? Если бы было, о чем речь-то шла бы. Это понятно. И поэтому мы и заменяем вот эти вероятности на произведение вероятности. Предполагаю, что x-ы условно независимы. То есть, вероятность того, что y равен 0 при условии, что x равен 1,1. Это будет вероятность того, что x1 равен 1 при условии, что y равен 0. Умножить на вероятность того, что x2 равен 1 при условии, что y равен 0. Ну, и умножить на априорную вероятность того, что y равен 0. Ну, знаменатель тоже надо написать, но я не буду. Все понятно? Можем мы оценить числитель? Теперь гораздо проще даже для нашего искусственного примера. Значит, что мы здесь должны взять? Мы должны взять все примеры, где y равен 0. Вот это 2, сиреневые. И посмотреть, сколько раз там x1 равнялся 1. Сколько раз? К сожалению, нисколько. К сожалению, нисколько. То есть, это будет 0. Здесь не равно, здесь примерно равно, потому что мы заменяем вероятность на частоты. Но, так сказать, как правило, все-таки у нас будут примеры, что там каждый признак принимает все возможные значения. Дальше. Как оценить вот эту вероятность? Вероятность того, что x2 равен низ, происходит, что y равняется 0. y равен 0 вот в этих двух случаях. В половине случаев x2 равен 1 единиц, в другой половине равно 0. То есть, это заменяем на 1,2. Я понимаю, что можно уже ничего не писать, потому что здесь 0 в множестве. Но, тем не менее, чтобы вы тут все поняли, давайте все напишем. И умножить на оценку априорной вероятности для y равен 0. 2,5. 2,5. Я здесь, конечно, мог бы что-нибудь поставить. Как поставить какую-нибудь единицу вот здесь. Тогда бы у меня было бы не 0, а 1, 2. И я бы как-то там работал за этим примером. Давайте исправим. Чтобы было поинтереснее. Хорошо? Если здесь бы у меня стояла единичка, например, да? Когда вместо вот этого нулика... Что надо было записать? Одну вторую. Одну вторую, разумеется. Вот. И тут получается, если я правильно понимаю, 1,1 в числителе. Аналогично для... Вот такой вероятности. Ну, перепишем. Не жалко. Вероятность того, что x1 равен 1 при условии, что y равен 1. Умножить на вероятность того, что x2 равно 1 при условии, что y равно 1. Умножить на приорную вероятность. Умножить на приорную вероятность того, что y равен 1. Это числитель. Знаменатель такой же, как и в предыдущей формуле. Ну и... Что здесь получается? Как вот эту вероятность оценить? 2,3. Да, надо взять те примеры, где и гигант единицы. Это вот этот красный класс. И когда там x1 равнялся единиц? Два раза из трех. 2,3. Совершенно верно. Вот с этой вероятностью? 1,3. 1,3. Совершенно верно. Ну и вот эту приорную вероятность мы оценили как 3,5. Вот. И в числителе у нас получается что? Если я правильно вижу, 2,15. Да? 2,15. Это числители. Почему я не писал знаменатель? Потому что было неохота. Потому что в знаменателе стоят суммы числителей. 1,10. И вот это 2,15. И здесь тоже 1,10. 2,15. По сути дела, вот сумма в формуле полной вероятности в знаменателе это такой нормировочный множитель. Чтобы из каких-то чисел, которые присутствуют в числителе, получить распределение вероятности. То есть числа от нуля до единицы, сумма равна единице. Ну, можно сосчитать до конца. Давайте уже сосчитаем, что ли. Это надо умножить на 3. Это умножить на 2. Получаем 3 плюс 4, 7. 7,15. Если я правильно считаю. 7,15. Так. И получается что? А, не 15. Что меня никто не справляет? Вы что? Считать не умеете? Я-то не умею. И мне можно. А 30? Вот. 30, конечно. 4,7. 4,7. 4,7. А здесь 3,7. Вот все правильно. Вот это оценки для вероятности принадлежности к конкретному классу нуля и единиц вот этого объекта. Хорошие результаты этот метод давал в частности для задачки детектирования спама. Сообщение представляется вообще-то первоначально как? Ну, как набор предложений. Каждое предложение это набор слов. Ну, еще есть какая-то пунктуация. Но на самом деле мы можем рассмотреть его как мешок слов. Каждое сообщение представляется в виде мешка слов. Что это такое? Кто знает? Мы не говорили об этом в самом начале. Ну, мешок имеется в виду, что это некое такое неупорядоченное собрание слов. Мы забыли, в каком порядке эти слова встречаются в предложении. Конечно, смысл может поменяться, но для данной задачи детектирования спама не всегда это нужно. Важно только, какие слова и с какой частотой встречаются. То есть у нас, предположим, есть словарь русского языка. То есть мы берем все-все-все слова, которые встречаются в русском языке. Выкидываем какие-нибудь уж совсем-совсем редкие и выкидываем какие-нибудь совсем-совсем частые, так называемые стоп-слова. И для конкретного сообщения мы создаем некий вектор, некоторый массив. Первая компонента этого вектора равна единице, если заданное слово встречается в этом сообщении. Первое слово не арбуз, а какое? Все знают. Первое слово, конечно же, абрикос. И ставим ноль, если слово не встречается. И так далее, и так далее, и так далее для всех-всех-всех слов из большого словаря. Вот. Но вместо нуля единиц можно писать число, сколько раз встретил слово, или частоту встречаемости этого слова. Есть разные варианты, но идея именно такая. Вот эта технология называется мешок слов. Представляем каждое сообщение характеристическим вектором, или вектором с частотами встречаемости в этом сообщении, в этом письме, слов, русский язык, или английский язык, какой хотите. Ну, а задача детектирования спама таким образом, что такое х? Что такое х? Х это вот такие характеристические векторы. А что такое y? Ну, y принимает значение там нолик и один, единицы, если спам, и ноль, если не спам. По-английски это ham, то бишь еда.